привет друзья пока муж на работе сегодня решила с вами немножко поделиться что произошло вчера мы сидели завтракали вчера были вчера было воскресенье выходной муж был дома и в дверь позвонили пришел почтальон и под роспись вручил нам письмо о том что когда мы его уже открыли да потом я уже посмотрела и увидела что письмо было следующего содержания что я больше не являюсь пациентом моей больницы а что случилось да я признаю и понимаю что это была полностью моя вина и моя такая безалаберность ну значит дело было так мы зарегистрировались в новой для нас больницы потому что мы в новом доме сейчас проживаем раньше у нас другая больница была теперь по месту жительства мы нашли себе новую больницу зарегистрировались там и я уже была на первом визите у врача даже сдала анализы которые она мне назначила и мне надо было осуществить второй визит и я его благополучно перепутала я перепутала дату то есть я на него явилась но с опозданием на день я так очень была расстроена я подошла к регистраторе и сказала что вот я явилась на прием регистраторша посмотрела по компьютеру говорит у вас прием был вчера в это же время но вчера и я так опешила что честно говоря даже не перерегистрировалась сразу а я пошла домой пришла в себя осознала что случилось и потом перезвонила и зарегистрировалась по новой и что дальше случилось дальше случилось то что на меня навалилась куча дел каких-то очень срочных я держала в голове эту дату до следующего второго этого раза второго приема я ее планировала я даже один раз перезвонила потому что боялась уже пропустить уточнила значит это ли да там не сказали что да подтвердили дату время все я там себе записала на листике и когда ложилась спать я прям как чувствовала да что вот мне завтра эти уже к врачу когда ложилась спать я еще так промелькнула у меня мысль мне по моему завтра к врачу и заснула и утром круговорот событий 5 10 я вспоминаю бегу быстренько к этой бумажке где у меня все записано и смотрю что я пропустила уже по времени свой второй визит на это такая предыстория в общем вручают нам эту бумагу где написано что я не являюсь пациентом данной больнице and the current то есть списано как говорится со счетов я не могу вам передать какое разочарование обида и там еще куча разных чувств у меня поднялись больше или больше всего это было разочарование в самой себе что я отнеслась так безответственно и халатно что я все-таки эту дату не запомнила там и не знаю не прикрепила бумажку на холодильник или еще какие-то действия что я не проснулась там когда у меня эта мысль промелькнула когда я уже засыпала и все-таки надо было пойти посмотреть все-таки уточнить и с утра я бы уже знала точно да и не пропустила этот прием в общем такая дома чувств ему что уже роста расстроился я ведь видно было по нему вот в общем я это долго-долго переваривала несколько часов подряд и с мужем обговаривала он говорит ты понимаешь что врач из-за тебя потеряла 200 долларов то есть каждый визит для врача в америке от пациента это приход 100 долларов то есть вот такая вот примерная плата за каждый визит пациента в америке у врача я это понимаю и я так никогда себя не вела ну вот какое-то такое стечение обстоятельств до что я два раза пропустила такого у меня честно никогда никогда не было если это случалось допустим в украине я из украины то я конечно же накануне перезванивала старалась пораньше перезванивать там не прям будут накануне в этот же день там за час да а допустим там за два за три дня чтобы в регистратуре могли подобрать следующего клиента до зарегистрировать его чтобы для врача это не было пропуска времени чтобы врач просто не сидел это время в своем кабинете без пациента я это все прекрасно понимаю я всегда к этому относилась щепетильно да но здесь меня вот это вот письмо на которое принес курьер под роспись чтобы меня поставить в известность а муж говорит что скорее всего что уже задействован адвокат и обычно вот такие письма под роспись приносят когда уже дело поставлено на серьезную основу да и что я уже сделать ничего с этим не могу то есть я не могу прийти в больницу и просто сказать ой ребята извините да вот так вот получилось я хочу быть вашим пациентом нет все мне надо искать новую клинику и нового врача еще было очень удобно что эта клиника была буквально в 10 минутах от меня очень хорошая локация теперь я не знаю надо куда-то ехать к черту на куличке чтобы найти до другую какой-то госпиталь другую больницу в общем я расстроилась ужасно я до сих пор расстроена где-то в глубине души до до сих пор вот эти вот все чувства переживаю да и потом вечером вчера то есть в этот же день мне приходит такое же абсолютно письмо вот сейчас я покажу по почте то есть если я вдруг не получила курьером под расписку они мне еще обычной почтой присылают такое же уведомление значит вот это вот письмо мне пришло с курьером она уже распечатанная конверт уже выбросил там большой был такой конверт и обычное письмо пришло мне по почте да от того же госпиталя от той же поликлиники точно на таком же бланке все то же самое написано с подписью моего врача вот так вот ребята думаю что возможно кому-то пригодится мой такой опыт чтобы мы не попасть вот так вот просто еще хочу сказать что иногда за вот такие вот дела когда клиент не не является в поликлинику на прием к врачу в америке снимают все равно с него деньги да ну слава богу с меня ничего не сняли но бывает что да то есть как за полноценный прием как будто бы пациент явился к врачу снимаются деньги и конечно же конечно же мне надо было сразу как только я осознала что я пропустила второй визит перезвонить в клинику извиниться сказать что вот так вот так вот так и возможно бы я не уверена в этом но какой-то очень маленький шанс есть возможно бы они меня простили но по крайней мере по-человечески просто извиниться да и это было бы очень нормально вот побежала я дальше сейчас работы должен прийти муж я его должна накормить ну и день как говорится продолжается муж пришел с магазина вот такой вот холодный чай мы покупаем сейчас поставим его в холодильничек язык лимонейт в газе рвести но тюшки ага на там вас лимонадом сейчас просто чай это показать не фактор у нас сахар под запретом последнее время сейчас я буду все это разбирать что это это чай для того чтобы делать холодный чай муж его сам себе делает так это тоже чайок такое асти его хорошо пить со льдом конечно же я покупаем такие вот их тут 18 штук а небольшие две упаковки мы потом вот этот лимонад смешиваем с вот этим чайком который я вам показала да и получается очень вкусно две бутылки такого лимонада так еле развязала этот пакет смотрите как они по две торбочки делают двойные такие чтобы не оборвались ручки эти пакеты они перерабатываем а то есть экологически это все хорошо и опять мороженое у нас уже там его мороженого завались муж у меня очень любит мороженое такое твист конус так получается здесь уже кто-то ну кто-то мы знаем кто мороженое попробовал по дороге так классно буду делать котлетки только сегодня думала или суп с фрикадельками это говяжий фарш еще один говяжий фарш еще один говяжий фарш два мы заморозим один можно пока оставить я из него что-то приготовлю так вот смотрите какое у нас еще было здесь уже в холодильнике до этого такое вот а еще тут смотрите какие малюсенькие вот такие вот прям мини мороженки только начали есть муж у меня любит как я сказала мороженое это наша заморозка вот такая вот столбка мороженого получилось это полка сыр и уже спрашиваю зачем нам столько разных сыров он говорит для каждого блюда так как он умеет и любит готовить разбирается в этом надо свой определенный сыр то есть все сыры подряд не подходят для каждого блюда этого не понимаем это нужно свой определенный сыр и папироне вот эту вот такую нарезку турки нет это курица на маша индюшка делает себе бутерброды сейчас вместо того чтобы я кормила мужа муж будет кормить меня он специально купил для этого вот эти вот красные соусы две банки и будет готовить лазанью может быть хочет меня таким образом утешить сейчас муж смешает в миске пол вот такой вот такой вот упаковочке рикотты это как наш творог затем вот такой вот сыр пармезан армейна энд азиаго это две разновидности пармезана и сыр моцарелла хорошего качества из сифончиков сбрызнули авокадо ой ну канола есть две баночки соуса итальянского две разновидности есть вот такая вот овен рейди видите она уже готова пластиночки лазаньи и не надо варить она будет готовиться под вот этим соусом налили соуса на дно нашей посудины и разровняли выкладываем пластинки сверху на соус как раз три помещается в посуду тут оказывается есть тонкость надо наш сыр с пережаренным ручком и перчиком выкладывать вот такими вот порциями распределять вилочкой вот так вот красивенько получилось а теперь идет мяско так притушила поливаем второй раз вот это вот такой таким соусом матным и еще один слой делаем аккуратненько вилочкой наш сыр распределяем который с пережаренным луком и перцем это наша лазанья вот такая вот аппетитная с такой вот корочкой и мы уже съели каждой его порции вот так мы с мужем поддерживаем друг друга сегодня он меня поддержала завтра я его поддержу я всегда тоже за него очень переживаю и когда у него что-то случается я стараюсь как-то скрасить его такой не очень приятный день поднять его настроение такого жизнь что принесет нам завтрашний день посмотрим надеюсь только хорошее